А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте. О чем сегодня будешь рассказывать? В ближайшие минуты расскажу о борьбе, футболе и гандболе. В Старом Осколе стартовало первенство России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Участие в соревнованиях принимают около 500 спортсменов. Вчера состоялся приезд команды взвешивания, а уже сегодня прошли поединки в четырех весовых категориях из 11. Состязания продлятся до 15 мая, а 16 числа спортсмены покинут город Металургов. Далее говорим о футболе. Белгородский клуб «Радуга» снова вернулся в родной город с медалями. В последнее время наши юные футболисты выступают крайне успешно, завоевывая призовые места на различных соревнованиях. Две возрастные группы клуба «Радуга» вновь отметились высокими достижениями. Команда 2008 года рождения заняла третье место на староскольском турнире «Оскольская весна». Также представителю нашего клуба досталась почетная награда лучшего полузащитника соревнований. Ребятам 2006 года удалось заполучить серебро на всероссийском турнире «Кубок Победы», проходившем в Московской области. Футболисты этого возраста тоже получили индивидуальные призы лучшему бомбардиру и лучшему защитнику. Особой наградой был отмечен и Сергей Корсаков, опытный тренер, работающий с обеими возрастными группами «Радуги». У нас несколько возрастных групп. В каждой группе мы стараемся уделить достаточно внимания. В настоящий момент наиболее перспективные группы – это команда 2008 года рождения и команда 2006 года рождения. И в завершении о пляжном гандболе. Сегодня в Белгороде состоялось открытие первенства России среди юношей. В турнире участвуют шесть команд. Три представляют областной центр, две – Краснодар и одна – Ставропольский край. Белгород не случайно выбран местом проведения соревнований. Воспитанники из «Дюшор Спартак» последние годы традиционно претендуют на призовые места. А старшие товарищи клуб «Технолог Спартак» в прошлом сезоне были базовой командой для сборной России. Турнир проводится по круговой системе. Победитель определится в воскресенье. По итогам стартовавшего первенства будет сформирована сборная для участия в грядущем чемпионате Европы. А на этом у меня все. В студии работал Сергей Шрамко. Всего вам самого доброго и хороших выходных. Спасибо, Сергей. Напомню, что спортивные обзоры выходят в эфир на нашем канале по вторникам и пятницам.